В Ярославском государственном университете имени Демидова состоялся уникальный интеллектуальный марафон «Эко-школьник-2018». В течение соревновательного дня ребята из школ и гимназий города и области решали разнообразные задания. Слушали увлекательные лекции сотрудников университета, посвященные различным вопросам биологии, химии и экологии. Такие мероприятия позволяют выявить творческий потенциал школьников. Уникальность формата мероприятия проверяет не только их знания, но и те творческие возможности, которые они могут продемонстрировать. Победители и призеры интеллектуального марафона «Эко-школьник» становятся студентами первого курса, потому что удачно проходят все вступительные испытания. И прекрасным примером является нынешний организатор «Эко-школьника» в этом году, который в прошлом был участником этого мероприятия. В прошлом году, в 2017-м, я также был участником. В этом году, как видите, я уже в оргкомитете, являюсь, помогаю членом жюри. В том году мероприятие было не столь масштабным. Было всего 5-6 команд. Проходила она на биофаке на Матросова 9. Конечно же, мероприятие за год выросло, и вопросы стали интересные. Посмотрите, насколько они сложные. Стали даже удивительно, насколько умные дети. И отвечают, да, и про ГМО, в том числе, и про глобальные экологические проблемы. Конечно же, я всех детей призываю школьников, в особенности старшеклассников, участвовать в подобных мероприятиях, чтобы поступали на наш факультет биологии и экологии Демидовского университета. У нас очень интересно, познавательно. И, конечно же, будут участвовать в подобных мероприятиях. Приехали ребята из Рыбинска, из Углича, из Ярославля. Совершенно из разных уголков Ярославского региона. И готовы показать себя. С ними еще примерно 30 научных руководителей, которые им помогают, дают ценные советы. И ребята чувствуют некую поддержку, потому что ребят нужно мотивировать на то, чтобы они реализовали свои мечты и цели. И я думаю, что данный марафон, который проводится каждый год, поможет каждому ребенку найти себя. Отрадно, что с каждым годом все больше школьников принимают участие в профильных олимпиадах и конкурсах, которые организует университет. Такие мероприятия, как марафон «Эко-школьник», помогают ребятам специализироваться, найти в мире профессий и наук свое место. Сейчас основная проблема, я считаю, у нас учителей, это отсутствие мотивации детей на какую-либо деятельность, в принципе. А здесь дети имеют возможность пообщаться, увидеть себе подобных, понять, что не одни они биологи, где-то посоревноваться. Я думаю, что это будет только развиваться и пользоваться спросом. И, соответственно, по масштабу проекта в этом году уже видно, что интерес у биологов есть. Были годы, когда вообще были недоборы, группы. Сейчас, я думаю, что будет конкурс большой. Молодое поколение стремится тоже к каким-то новым знаниям, что у них есть интерес к науке, к биологии. И это очень захватывающе. Ребята решали задания разной степени сложности, активно участвовали в обсуждении проблемных вопросов. Последним конкурсным заданием была разработка мини-проекта, направленного на решение острых экологических проблем. Команды справились с ним по-разному. Кто-то пришел к оригинальному решению, кто-то опирался на предшествующий опыт. Проигравших не было. Именно так, путем проб и ошибок, и находится верное решение. Как везде, есть ответы правильные, есть неправильные. Кто-то, оказалось, знает что-то лучше, кто-то чуть хуже. В основном, конечно, вопросы все-таки лежат за пределами школьной программы. И мы видим, что кто-то более подготовлен, кто-то менее подготовлен. Вопросы нестандартные, которые не проходятся в школьной программе. И много вопросов специальных, именно на знание каких-то биологических, например, основ очистки. Вот что сейчас говорили, это оказалось очень сложным. И я вот вижу, что ребят, наверное, в этом смысле нужно уже профориентировать и возить на те предприятия, в те учреждения, которые связаны у нас как раз с охраной окружающей среды, с биологическими специальностями. А вообще очень хорошо, что вопросы из разных областей биологии и экологии, то есть это позволяет посмотреть на эрудицию детей, да, и детям тоже позволяет сориентироваться, где у них есть еще какие-то пробелы, в какой области именно биологии они, может, на сегодняшний день еще проигрывают командам. Так что это очень здорово. Игра как бы не только показывает знания, которые есть у ребят, но и перспективы их дальнейшей учебы тоже им дает. Это очень познавательно, особенно если даже мы не знаем какой-то ответ, мы узнаем его. Многие вопросы, к сожалению, не знаем, ответы точные, предполагаем. А я как раз буду поступать сюда, потом на биологический факультет. Красс. Ну, я буду поступать в медицинский, так что с биологией, да, точно связано. Я больше с химией, но я думаю, это все равно связано. В принципе, нам очень нравится, все очень хорошо организовано, и готовились мы тоже усердно. Наша преподавательница, она подготовила нам несколько материалов, которые мы должны были прочитать. Вот, и тем самым мы дополнительную информацию какую-то и встречали. Ну, очень все нравится, очень классная организация. Очень все интересные лекции проходят. Впечатления очень хорошие, все организовано тоже на высоком уровне, вот, все классно. Мне все очень нравится, особенно мне понравилась лекция. Это очень интересно, и я узнала много нового. Победители марафона были награждены памятными призами и дипломами. Кроме того, они получили незабываемые впечатления от общения со своими ровесниками и студентами университета, узнали свои сильные и слабые стороны. Надеемся еще не раз увидеть участников марафона на научных мероприятиях, а может быть и в рядах студентов Ярославского госуниверситета. Субтитры создавал DimaTorzok